В 100 миллионов долларов обойдется Казахстану улучшение таможенной инфраструктуры, строительство и обустройство таможенных пунктов пропуска и приведение в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана. Все эти средства будут выделяться на безвозмездной основе. Соответствующий пакет ратифицирующих документов сегодня согласовали депутаты Сената. Теперь документ направлен на подпись главе государства. Оказание помощи соседней стране предусмотрено для ее интеграции в ЕАЭС. Помимо денежных средств, помощь может быть оказана в виде товаров, оборудования, услуг. Контролировать целевое эффективное использование помощи будет совместная комиссия. Сенаторы сегодня также согласовали увеличение первого транша помощи Кыргызстану до 41 миллиона в американской валюте. Первый транш помощи выделяется в денежной форме и форме обучения. Средства из республиканского бюджета. Помощь направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных дорожными картами по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Данные договоренности оформлены 26 декабря 2016 года. Соглашение между правительством республики Казахстан и правительством Кыргызской республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Казахстан имеет общую границу с Кыргызстаном, через который проходит основной поток кыргызских товаров. Поэтому для нас очень важно обезопасить население страны и наш бизнес от ввоза контрабанной и некачественной продукции с территории Кыргызстана. В целях содействия процессам интеграции Кыргызской республики в Евразийск подписано соглашение между правительством республики Казахстан и правительством Кыргызской республики, согласно которому кыргызской стороне будет оказана помощь. Сегодняшняя пленарка в Сенате последняя в этой сессии. На завтра запланировано совместное заседание Палат парламента, и после депутаты уйдут на летние каникулы. Подводя итоги работы Верхней Палаты, председатель Сената озвучил 100 данных. За эту сессию парламент принял 84 законопроекта, в 10 из которых Сенат вносил поправки. На заседаниях Палаты было оглашено свыше 70 депутатских запросов. Для рассмотрения в ходе осенней сессии осталось примерно 30 законопроектов.